У наших самых сердечных спасателей много друзей. Они участвуют в различных мероприятиях, которые проводят в Центре гражданской защиты, приходят к ним в гости. Особое трепетное отношение к подрастающему поколению. Не по годам отважная Мирослава Зимонина уже два года участвует в спасательных заданиях, тренировках и экскурсиях. Совсем недавно на празднике Дня пожарной охраны работала со спасательной группой и играла роль пострадавшей в оборудованном завале. От имени главы городского округа Щелково Леонид Киселев вручил Мирославе благодарственное письмо за активную гражданскую позицию, большой личный вклад в подготовку и проведение мероприятий. Для меня это очень-очень приятно. Территория СССР стала моим вторым домом, в котором я нахожусь очень часто. Примером Мирослава вдохновились и учащиеся Медвежьей Озерской школы номер 19. На экскурсии по спасательной станции они познакомились с важной профессией, прошли полосу препятствий, погрузились в клязьму в гидрокостюме, попробовали свои силы в скалолазании. За всем этим стоит важная профилактическая задача. Впереди долгожданное лето и каникулы, а значит большую часть времени дети будут проводить на свежем воздухе. Чтобы отдых оставил приятные впечатления и воспоминания, детям напомнили о правилах безопасности. С наступлением тепла возрастает риск возникновения пожаров на природных территориях. О том, как этого не допустить, рассказала инспектор Государственного пожарного надзора. Вам, как несовершеннолетним, не разрешается оставаться одним с открытым пламенем. Находите себя с родителями. Если разжигаете костер или мангал, обязательно рядом должна быть емкость с водой, чтобы в случае чего можно было затушить пожар. Происшествия могут случиться и на воде. Поэтому необходимо соблюдать правила безопасности и купаться только в оборудованных для этих целей местах. Здесь непростые условия. Здесь течение, допустим, Клязьма. В городском округе Щелково есть только всего лишь один пляж, где дежурят спасатели. Это у нас здесь в парке. Надо купаться там, где люди могут себе оказать помощь. Люди, которые нарушают это правило, к сожалению, гибнут. Вот сейчас мы на деле, ребятам показали, как себя вести на воде, в сложных ситуациях, если произошла какая-то чрезвычайная ситуация, что нужно делать. Эта большая профилактическая работа спасателей Центра гражданской защиты позволит уберечь детей от несчастных случаев этим летом и насладиться каникулами. Евгения Корытько, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.